У нас это записано в шестой статье закона о Национальном банке Украины в развитии 99-й статьи Конституции о стабильности денег. Что такое стабильность денег? Стабильность денег, говорит закон, это в первую очередь поддержание стабильного уровня цен, то есть покупательной способности гривни. Если это не противоречит цели ценовой стабильности, то второй целью является стабильность финансовая. Да, это то самое недопущение банкопадов, кризисов платежной системы и так далее. За это отвечает Национальный банк. И третий элемент, говорят, что это не записано в законе, это поддержание экономического роста, но в случае, если это не противоречит ценовой стабильности и стабильности финансовых институтов. То есть зачем нам устраивать экономический рост, если у нас инфляция 100% и, например, деньги нормально не ходят. Я, кстати, периодически слышу от политиков, не буду называть, о том, что, например, каждый начинает рассказывать, что мой нацбанк или моя институция я построил. Ну, не политики, слава богу, строили в последние годы Национальный банк. Я не только о периоде Гонтарева и Смалия. То есть в значительной мере все-таки Национальный банк, он старается дистанцироваться от политиков. И заявление политиков, что мой нацбанк, и после этого, когда следует, что я обеспечил независимость моему нацбанку, вот это прямая цитата одного из политиков, это, извините, это ахинея, но просто люди, вслушивайтесь, что говорят политики, совершенно понятно, что есть кадровые вопросы назначения. Это просто, чтобы замкнуть цифру, эту тему председателя. Смотрите, глава Федеральной резервной системы назначается из числа действующих, управляющих этой системы. Там специфическая система на 4 года. Он может переназначаться несколько раз сроком, по-моему, до 14 лет. Хотя Гориспина удалось 19 лет пробыть. В Европе другая практика. Глава Центробанка Европейского может быть назначен только на один срок, но сразу на 8 лет. Вот просидел предыдущий глава 8 лет в Марио Траги с 2011 при 2019 год. И в 2019 году известная нам Кристин Лагард, которая была директором справедливого УВФ, пришла и с конца 2019 года управляет Евроцентробанком. То есть во многих странах вы увидите, что Центробанками руководят долго, и мандат может быть либо на политический цикл, как в Америке, либо удлинен, как в Европе, или, например, давайте возьмем близкую и сейчас малоизвестную нам Россию. Там по 10 лет сидят главы центральных банков. И, между прочим, сейчас скажу ужасную, наверное, вещь для нашего населения. В июне Путин объявлял об инициативах налоговых, там, в связи с коронавирусом. У него в речи прямо прозвучала одна из двух целей Центрального банка – инфляционное таргетирование. Они, в принципе, его реализуют уже скоро 10 лет как. Там инфляция на уровне 4%, те самые кредиты на уровне 7-8% в рублях. Это то, для чего необходимо десятилетия, чтобы этого достичь. Ну вот пример наш, восточно-европейский, что бы там ни говорили, это схожая с нами ситуация с точки зрения истории экономики, уровня развития и так далее. Поэтому главное, что обеспечить, это то, чтобы политический цикл, и это то, что, в принципе, удалось в какой-то мере сделать, чтобы политический цикл, он не совпадал с циклом смены руководства Центрального банка. То есть, поэтому во всех странах это разводится. Не бывает так, что уходит президент, меняется не только там Верховная Рада и правительство, хотя по закону и они не должны, да, это у нас сейчас так получилось. А тут же меняется конституционный суд, все судьи, меняются все руководители таможни и налоговой, и заодно давайте и Национальный банк поменяем. Ну, слава богу, в украинской ситуации все-таки у нас это разведенные процессы, хотя сейчас, насколько я помню, идут местные выборы, и тоже все равно получается, что все равно в период политического цикла у нас происходят какие-то изменения. То есть, в принципе, эти вопросы лучше решать в межвыборный период. Я считаю, что, конечно, те, кто побеждают на выборах, они имеют право через известные инструменты, все по закону. Во-первых, контролировать деятельность Национального банка, во-вторых, производить назначение. Давайте вспомним, глава Центрального банка, председатель, он подается президентом, это его право, назначается большинством Верховной Раде. При этом Национальный банк — это коллегиальный орган, как и все Центробанки мира. Там ничего не решает один председатель. Решают так называемые комитеты, в которые входят члены правления, это, как правило, 6 человек, и еще 4-5, а иногда больше, представителей ключевых департаментов Национального банка, так называемые бизнес-подразделения. И там идет коллегиальное голосование, где у всех голоса равны. То есть, формально получается, что у председателя вообще влияние на процессы это одна десятая голосов. Но понятно, что в силу того, что председатель предлагает кандидатуры, хоть их подтверждает и специальный орган, называемый Советом НБУ, но тем не менее, можно говорить о том, что, ну хорошо, влияние председателя можно оценить в 20-25%, но это ни в коем случае не 100%. То есть, единолично просто председатель Национального банка, как и любого Центрального банка, он не может принять решение. Ну и вот последнее, я упомянул, просто немногие граждане это знают, они только слышали название Рата Национального банка или Совет Национального банка. Да, это аналог Наблюдательного совета. А как он формируется? Там 9 человек. Один это председатель Национального банка, но он не может быть главой Рады. А кто остальные 8? 4 человека. Это парламент дает, то есть рассматривает профильный комитет. Вот, кстати, в ближайшие дни будут рассмотрения одного из кандидатов. Вернее, много кандидатов, наверное, будет, но на одну из должностей там освободилось одно место. И 4 человека назначают президент своим указом. Там тоже посоветовавшись, но он тут, по сути, делает единолично. То есть парламент и президент, они в любом случае контролируют Национальный банк, но именно контролируют, не управляют. То есть они имеют право спрашивать, они имеют через Совет НБУ утверждать и рассматривать кандидатуры, бюджет. Там, по-моему, 14 вопросов, которые являются чистой прерогативой Совета Национального банка. То есть вот таким образом через систему сдержек противовесов и Национальный банк является подконтрольным Советом НБУ, то есть фактически политической системе так или иначе, но с отсрочкой на эмоции и на какие-то, знаете, моменты. Вот Национальный банк сегодня принял решение, там, не знаю, курс двинулся на 15 копеек, и сразу политика говорит, давайте кого-то уберем в отставку. Нет, так не получится, потому что это эмоциональные решения. Это, знаете, это напоминает истерику женщины. Нужно остыть и поговорить или истерику мужчины тоже. Мужчины тоже истерят. Через полгода поговорим спокойно в сухом остатке, что произошло. И тогда это будет здоровое государственное решение с холодной головой. Но горячим сердцем, наверное, по-прежнему. А так получается, что у нас исключительно махание руками, много слов. А, собственно, стратегически, что решают многие вот эти эмоции, этот вопрос остается за кадром. Мне было очень важно сказать, чтобы наши граждане понимали, как устроена система контроля над банком. И Национальный банк обязательно отчитывается перед парламентом. Это происходит по всем центральным банкам в мире. Раз в год выходит председатель или специально уполномоченное лицо и рассказывает, что произошло. В принципе, в Украине эта практика тоже уже существует много лет. Конечно, она сопровождается традиционно политическими дискуссиями, но это нормально. То есть вот как работает механизм подконтрольности и подотчетности не только Национального банка, а вообще любого центрального банка, который ведет взвешенную политику в мире.